В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава муниципалитета Алексей Спаский посетил одно из предприятий округа, работающих в сфере биотехнологий. Сейчас похвастали, что получили разрешение на строительство, еще пристройка на полторы тысячи метров, ну и, соответственно, это порядка 30 рабочих. В администрации Ленинского городского округа прошло первое в этом году заседание Совета депутатов. Принятую меру удалось достигнуть снижения по таким направлениям, как кражи на 87%. Хору «Русские напевы» из поселка Володарского исполнилось 10 лет. Окончена работа! Опять пришла суббота! И нам с тобой окон, как галибов! Компания «Панека» существует с 1997 года, а не так давно она стала резидентом технопарка М4. Теперь она ведет свою деятельность в области биотехнологий в нашем муниципалитете. Предприятие посетил глава Ленинского округа Алексей Спаский. Подробнее в нашем сюжете. Основанное в Москве научно-производственное предприятие «Панека» в прошлом году зарегистрировалось в Ленинском городском округе и теперь работает на территории технопарка М4. Коллектив из высококвалифицированных химиков и биологов занимается производством питательных сред и реактивов для использования в медицине и биотехнологиях. Так как многие импортные компании ушли с рынка и продукция их не поставляется, то наши питательные среды являются заменителем этих питательных сред. Более того, два года назад мы начали выпускать сухие питательные среды, которые востребованы уже на больших предприятиях для удобства работы. Гостями предприятия стали глава Ленинского городского округа Алексей Спаский и его первый заместитель Альберт Гравин. Они познакомились с сотрудниками и технологией производства. В прошлом году в рамках финансовой поддержки из бюджета муниципалитета была выделена субсидия, которая позволила приобрести новое необходимое оборудование. В хорошем смысле поражен и порадовало то, что руководство предприятия, несмотря на то, что люди опытные и имеют сейчас рынки сбыта в связи с уходом большого количества западных компаний, и стоят на месте, вот сейчас похвастали, что получили разрешение на строительство, еще пристройка на полторы тысячи метров, ну и, соответственно, это порядка 30 рабочих мест, которые возникнут там в ближайшие, мы надеемся, года полтора. Некоторые виды продукции предприятия не имеют аналогов в России и являются собственной разработкой. Они используются в диагностике наследственных заболеваний и технологии экстракорпорального оплодотворения. Администрация округа планирует и дальше поддерживать уникальное производство. В рамках рабочей встречи получил персональное поручение от Алексея Петровича Спаскова о том, чтобы в 2023 году, в текущем году, рассмотреть возможность осуществить в рамках бюджета Ленинского городского округа меры социальной поддержки развивающейся предпринимательству. Благодаря взаимодействию с руководством муниципалитета в ближайшие два года ожидается планомерное развитие предприятия. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В администрации Ленинского городского округа состоялось первое в 2023 году заседание Совета депутатов. В повестке 57-й встречи народных избранников стояло несколько вопросов, затрагивающих текущее состояние дел в муниципалитете и касающихся дальнейшего развития территорий. Основным вопросом, который рассматривали депутаты, стал отчет о результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД по Ленинскому городскому округу за 2022 год. В этот период зарегистрировано более 70 тысяч сообщений о преступлениях, административных нарушениях и происшествиях. Принятую меру удалось достигнуть снижение по таким направлениям, как кражи на 87%, кражи транспортных средств на 59,5%, грабежи. Начальник ОМВД России по Ленинскому городскому округу подробно остановился на процентном соотношении по всем направлениям проделанной работы. Всего за 2022-й было раскрыто 776 преступлений, в том числе и благодаря использованию видеосистем, работающих на территории муниципалитета. В рамках госпрограммы «Беззаказный регион» в Ленинском округе функционирует 5178 камер видеонаблюдения, использование возможности которых позволило сотрудникам управления оперативно реагировать на совершение имущественных преступлений и принять весь необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Депутаты озвучили Сергею Астахову наиболее актуальные вопросы по своим территориям. Проблем везде немало. Это незаконный оборот наркотиков, стихийные парковки, грузового автотранспорта, нелегальная миграция. В ближайшую неделю в адрес Совета, в аппарат, направьте мне, пожалуйста, все вас интересующиеся и болезненные точки, прямо адресно от каждого депутата. Я это все обобщу и готов встретиться с Сергеем Сергеевичем, чтобы проработать, и каждый получит потом нормальный, внятный ответ. В зоне особого внимания депутатского корпуса развитие инфраструктуры крупных жилых микрорайонов Ленинского городского округа, в том числе и новых открытий опорных пунктов полиции. Уже запланировано появление такого в поселке Дрожжино. Нам нужно прицеливаться следом за этим в район Молоковского поселения, потому что пригород лесного, Молокова, это тоже с количеством людей уже сейчас, я не знаю, там, 1080-90, и сами видите, сколько там выстраивается. Единогласным решением депутатов отчет за прошлый год был принят, и с учетом пожеланий народных избранников уже намечены дальнейшие планы на 2023. Сотрудники госавтоинспекции провели очередное профилактическое мероприятие, в рамках которого еще раз напомнили пешеходам о правилах безопасного пересечения проезжей части. Подробнее об акции расскажем в нашем следующем сюжете. На нерегулируемых переходах преимущество всегда у пешеходов. Однако обязательно нужно убедиться в полной безопасности, оценить расстояние и скорость приближающегося транспорта. Ведновчанка Ольга Архангельская рассказывает, что всегда придерживается правил пересечения проезжей части. Приходится гулять и с ребенком, и с собакой. Стараемся, конечно, везде по пешеходному переходить, по светофору еще лучше, потому что на нерегулируемом не всегда пропускают. Иногда едут чуть ли не по ногам. Это вот неизбежно, конечно. И смотрим обязательно, и налево, и направо, еще и сзади посмотрим, чтобы никто не выезжал. Участок на советском проезде у кинотеатра «Искра» для проведения профилактической акции сотрудники ГИБДД выбрали не случайно. Здесь расположено сразу два нерегулируемых пешеходных перехода. Еще раз мы напоминаем нашим пешеходам о безопасном поведении на дороге. Еще раз напоминаем о том, что пешеход должен быть ярким и заметным, поэтому использовать должен на одежде светоотражающие элементы. Ну и опять же привлекаем внимание наших участников дорожного движения, водителей, к тому, что на пешеходном переходе они обязаны пропустить наших участников дорожного движения, быть внимательными. Главной героиней мероприятия стала зебра, которая привлекала внимание и водителей, и пешеходов. Веселого персонажа предоставил Центр детского творчества «Импульс». Регулярно учреждения проводят вместе с ГИБДД акции. Мы участвуем достаточно часто, проводим спектакли, пропагандируем правила дорожного движения, чтобы все соблюдали. В акции также приняли участие представители Союза безопасности дорожного движения. Еще и дополнительный Центр безопасности дорожного движения. Мы оказываем участие, помощь участникам, которые попадают в ДТП и беспострадавших, чтобы это все было быстрее и комфортнее, скажем так. А сейчас просто совместное мероприятие. Участники акции раздали всем пешеходам информационные листовки и световозвращающие аксессуары. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В гостях у телеканала Видное ТВ побывали юные журналисты. Ребята посещают занятия в рамках проекта «Медиакраеведение», который реализуется в Центральной библиотеке в Видном. В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Аслана Маргарита. Здравствуйте. Им интересно все, из чего делают декорации, легко ли читать по суфлюру, как взять фокус на видеокамере и каким образом из разрозненных видео получается законченный интересный сюжет. В гости к телеканалу Видное ТВ пришли начинающие журналисты и блогеры. Ребята осваивают профессии на занятиях «Медиакраеведением», проводимых в рамках областного проекта «Библиотека» как Центр молодежного цифрового творчества. Мы учим, так скажем, журналистике ребят, и чуть-чуть блогерству, брать интервью, делать видеоэкскурсии, проходки, подкасты. Ребятам интересно. Мы посмотрели все в студии и так далее, как работают люди, потому что это очень важно. Ребята посетили студию, пресс-центр, где трудятся корреспонденты, понаблюдали за работой монтажеров, а также удивились количеству наград и грамот, полученных нашим телеканалом. Мы стараемся принимать участие в разных конкурсах, на разных фестивалях, выигрывать призы и завоевывать первые желательные места. Главный редактор телеканала Видное ТВ Татьяна Брылова раскрыла ребятам некоторые секреты профессии, а также рассказала, как сама попала в журналистику. Гости студии внимательно слушали и задавали вопросы, а потом поделились с нами впечатлениями. Больше мне понравилась телестудия. Почему? Ну, можно было посмотреть в объектив, почувствовать себя настоящим. Ну, можно было почувствовать себя в теле как будто. Как думаешь, кто самый главный человек на телевидении? Кто-то, кто все придумал. А кто все придумывает? Сценовист. Смотришь Видное ТВ? Да. Ну, и как тебе наше телевидение? Наши передачи? Отлично, супер, классное телевидение. Главная задача какая? Создать канал для того, чтобы молодежь рассказывала молодежи о том, что такое Ленинский городской округ. Все вопросы по краеведению, все вопросы о достопримечательностях, естественно, о интересных людях. Потому что интервью мы будем брать, конечно, у каких-то интересных людей. В проекте «Библиотека» как Центр молодежного цифрового творчества участвуют 10 библиотек Московской области, в их числе и Центральная. Юных журналистов распределили по двум группам – старшую и младшую, которая и побывала у нас в гостях. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Максим Константинов. Видное ТВ. В этом году свой первый юбилей отмечает хор «Русские напевы», основанный 10 лет назад. Тогда идею жителей поселка Володарского поддержали сотрудники местной библиотеки и Центра культуры и досуга Ладыгина. Несмотря на то, что коллектив непрофессиональный, на протяжении долгих лет он не раз становился призером различных конкурсов. Послушал «Русские напевы» Максим Козлов. Народные, эстрадные, энергичные, распевные для участниц хора «Русские напевы» – любой жанр по плечу. Несмотря на то, что вокалом тут занимаются серьезно, руководитель коллектива считает, что есть нечто более важное, чем звонкий голос. Есть разные руководители. Кому-то важно, чтобы пели вот прям вот в ноту, в ноту, вот четко, чтобы… Для меня это настроение. Настроение людей, которые приходят в хор, чтобы они приходили с удовольствием, чтобы они пели с удовольствием. И запоминали это состояние во время репетиции. Также с удовольствием пели на концертах. Сейчас в репертуаре хора «Русские напевы» около 40 различных песен. Всего же за 10 лет существования исполнено более 120 композиций. Среднерусская, Семулиская, Молодарская сторона. Десятилетний юбилей, который хор «Русские напевы» празднует в этом году, как выясняется, дата весьма условная. История коллектива куда более солидная. До этого хор существовал, ему уже более 100 лет. Были периоды, 90-е годы, вы знаете, сложные, непростые годы. Да, период был, когда хор замолчал. В 2013 году мы собрались, собрались в помещение библиотеки. Два, три, шесть, пять. Таким образом, порядка 15 человек у нас было в этом хоре. По сути, возродился хор случайно. Но эту идею жители поселка Володарского горячо поддержали сотрудники местной библиотеки и Центра культуры и досуга Ладыгина. Часто в библиотеке посиделки устраивали, такие вот для себя вроде бы. Посиделки устроим, начинаем петь. Ну и так как-то случилось, что девчонки, давайте создадим хор. Давайте. И на одну как-то у нас репетицию пригласили батюшку. Он нас благословил. И наш хор до сих пор вот существует. Сейчас в коллективе 20 участников, еще семь пока проходят обучение. Формируется хор тоже отчасти по воле случая. Но все, кто приходит сюда, остаются надолго. Идешь по улице, ой, девчонки, кто хочет? Ну, я имею в виду подруг. Меня позвали, ну и я так же созываю в хор. Десять лет здесь у нас есть, по десять. Ну вот я семь. А люди есть и по пять, и по три. Сейчас коллектив активно концертирует, расширяет репертуар и даже снимает клипы. Одним словом, уверенно смотрит в будущее. Пойте вместе с нами! С юбилеем! Русские напевы! Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова